Здравствуйте, дорогие друзья! Меня как обычно зовут Йокин. Сегодня у нас снова будет прекраснейшее открытие кейсов на сайте MyKsGo. Конечно же, перед тем, как мы с вами начнем, как обычно, я бы хотел вам рассказать про свой лютый, жирный промокод Йокин40. Встречайте! Это промокод Йокин40, который дает 35% к депозиту, то бишь вы кидаете, например, 1000 рублей, получаете с этого 350 сверху на свой баланс. Грубо говоря, вы можете закинуть там 10 тысяч, 100 тысяч рублей, например, 100 тысяч даст вам плюс еще 35 тысяч рублей на ваш баланс. Ну а если вы, например, как уже говорил сын маминой подруги, миллионер у вас где-то завалялся, лишний миллиончик, то смело можете заюзать этот промокод и получите 350 тысяч сверху на ваш баланс. Это все очень круто, классно, люто, нереально, при этом мы с вами приступаем сразу к открытию кейса. Ну что ж, всем воссап, снова меня зовут Йокин, еще раз всем привет, рад вас видеть на своем любимом канале, также моих любимых зрителей и готов вам показать сегодня очень интересное открытие кейсов. Сегодня мы имеем 30 тысяч рублей на нашем балансе и также 1780 бонусных монет, если так можно это назвать. И сегодня мы будем открывать новые кейсы, которые не так давно вышли на сайте MyCaseGo. Как раз таки я поторопился и решил для вас заснять ограниченную новую серию кейсов под названием Smile, которая стоит 4444 рубля. Очень интересное, конечно, число выходит, приятное, запоминается легко, ну и в принципе мемная обезьянка, которая везде попадается в ТикТоке, в Шортсах, в Ютубе, где бы не была эта обезьянка, она везде. Поэтому сразу давайте приступим к его открытию, но перед тем, как мы будем открывать, по-любому мы посмотрим, что за скинчики нас тут ожидают. Это спортивные перчатки Омега, спортивные перчатки Засуха, также крупная добыча, нож с бабочкой Зубтигра, штык-нож М9 легенды, керамбит-пыльник, АВП Пустынная Гидра, М4-1С, добро пожаловать в джунгли, АВП Анита-Джи. Короче, на самом деле спектр приятных скинов тут имеется и довольно-таки дорогие тут скинчики. А, наверное, самый неокупной, как я вижу, это Колония, СГшка 553, Эммочка Коалиции, ЮСПС Предатель, Фомас, Легиона Нубиса. Честно, никогда не понимал, почему именно этот калаш так дешево стоит. Он выглядит бомбезно, выглядит просто нереально, но так дешево стоит. Ладно, давайте не об этом. В принципе, сразу приступаем к открытию первого нашего кейса за сегодня. И наблюдаем за тем, как нам выпадает АВП Вайлдфайр. Ну, кстати, первые скинчики уже окуп. Это, кстати, очень приятно на самом-то деле. Поехали, второе открытие Летс Гири. Смотрим, конечно же, на еще одного АВП Вайлдфайр. Честно, мне уже нравится нынешнее открытие. Два кейса уже окуп. Сразу говорю, что я уверен на все 100%, что следующий кейс нам не окупят. Поэтому предлагаю открыть их сразу две штуки. С целью того, что один не окупит, а другой окупится. Ну да, да. На самом-то деле, немножечко я поспешил со своими выводами. Мы не окупим на 4000. Довольно-таки неприятно это получается. Ладно, на самом-то деле, этот кейс неплохой. Мне понравилось, что он может хорошо выдать. И причем очень классненькие скинчики тут лежат. Например, Вайлдфайр АВП я думаю, я 100% заберу. Хотя можно даже под конец сделать какой-то приятненький контракт. На самом-то деле, кейсов, которые мы еще не открывали, довольно-таки много. Например, есть кейс Патруль. При этом я никогда этот кейс не открывал. Поэтому предлагаю посмотреть, что же тут за скинчики. Потому что люблю я такой цвет. Знаете, фиолетовый, розовый. А все в таком темно-фиолетовом, темно-розовом стиле. Мне это просто заходит. Особенно в таком каменном оформлении текста. Сразу предлагаю посмотреть, что тут за скинчики. Меня уже привлекают АВП удар молнии за 56 тысяч рублей. Охотничий нож, ручная роспись. Нож, лезвием, крюком, ультрафиолет. Штык-нож, ультрафиолет. Тоже, боже, я обожаю все, что связано с ультрафиолетом. Когда это прямо с завода, это выглядит просто шикарно. Но на самом-то деле, из неокупа тут очень много скинчиков, которые реально могут подвезти. Но МП-9 Фудзияма очень приятный скинчик. Можно даже сетик собрать. Например, МП-9 Фудзияма и Темукао М4А4. Я думаю, это просто нереально классный сетик. Знаете, в таком японском стиле, аниме стиле, как это все привыкли видеть и называть. Поэтому предлагаю открыть сразу три штуки за 1500 рублей. В моем случае это даже неплохо. Тут и картель, динамика, ЮМП-45, ночное ограбление. Кстати, мы окупились на 500 рублей, поэтому предлагаю открыть еще две штучки и чекнуть, что нам с этого может выпасть. Я предлагаю некоторые скинчики все же закинуть сегодня в контракт и чекнуть, что же с этого выпадет. Мне очень интересно, как же я с контрактов могу окупиться. Поэтому предлагаю открыть, например, игрогейм. Мы его открывали всего, по-моему, один раз. Тут тоже хорошие скинчики довольно-таки. Я, как и говорил ранее, еще в прошлых выпусках, я обожаю поток информации. Например, USPS очень красивый. Особенно, когда он, по-моему, немного поношенный, либо же закаленка. Просто нереально. Он классно переливается даже в таком потертом стиле. Ну, хорошо. Давайте открываем его один раз и проверяем, что же конкретно нам прямо сейчас выпадет. Я думал АК-47 рентген. Это единственный АК-47, который у меня никогда не был. А нет, не было калаша с новой коллекцией. Я про нее даже забыл. Киловат кейс. Предлагаю 10 раз 100% открыть и посмотреть, что же выпадет. А прикиньте, выпадет сейчас Кукри Найф. Мы будем орать и въезжать. Ладно. Я немножечко переборщил со своими словами. Поэтому предлагаю все, что тут нам выпало. Создать из этого контракт. Может выпасть на 5000 рублей. Ну и выпадает на 1000. Ладно, почему бы и нет. Предлагаю тоже запихнуть еще несколько скинчиков в контракт. Может выпасть на 7. Ай, ну как-то так себе на самом-то деле. Давайте посмотрим, на сколько нам все же выпало на 24 482 рубля. На самом-то деле мы даже в минусе на 2000. На 3 даже тысячи мы в минусе. Но это не самое плохое, что вообще могло быть. Поэтому предлагаю, кстати, биткоин кейс. Биткоин кейс очень дешевый сейчас. 199. Хотя сам биток не так давно рос, по-моему, до 60 тысяч долларов, если я не ошибаюсь. Да, да, по-моему, 60 тысяч долларов он не так давно был. Но почему-то на сайте он 199 рублей. Ладно. Не будем на этом зацикливаться. Смотрим, что нам прямо сейчас выпадает. Там, кстати, почти выпала моя самая любимая МКТ Мукау. Я уже ранее говорил. Вот она! Она могла мне выпасть. Но она мне почему-то не падает. Ладно. К сожалению, приходится одовольствоваться тем, что на самом-то у нас деле есть. Кстати, это окуп. Да, 2400, неплохо. Немножко подфармили баланс. Я предлагаю, как обычно, пойти на наши майнинг-кейсы. Можно чип-найф-майнинг один раз открыть. Даже два раза чип-найф-майнинг. И два раза открыть перчаточный кейс. Предлагаю еще один раз, как я и сказал. Нам ничего, к сожалению, не падает. Даже очень обидно. Поэтому, Glowess, let's go, let's go, дай мне, please, перчатки. Очень на это надеюсь. Хотя перчатки у меня есть. Но сегодня могло быть и неплохо, так знаете, с контентом по поводу перчаток и ножа. Но как-то мне очень сегодня везет. Ладно, давайте Саул Аманин. Maybe он что-то да выдаст. И Саул Аманин что-то тоже как-то не очень. Ну, как-то вообще ни туда, ни сюда. Ой-ой-ой-ой. Нам не хватает. Я немножко переборщил. Окей, предлагаю сделать так. Нам тут, по-моему, тоже ничего не окупается. На лаз деньги крутим. По 90. Хорошо. Даже немножечко апнули балансик, так сказать. Можно подфармить, пойти, например, на наши всеми любимые Азимов кейсы. И если нам за счет этого баланса ничего не выпадет. Ну, окей. Тогда заберем все, что у нас есть. И на этом можно будет закончить сегодняшний видеорекординг. Знаете, ничего не выпадает, к сожалению. Поэтому предлагаю уже добить наш баланс. Открыть медленно чип на файне. И под конец этого ролика насладиться выпадением... Ножа! Ножа! Хорошо! Да, еда есть же! Сколько у нас? 32 тысячи. Да хорошо. Окей, все. Ножечек я забираю. Поехали! Поэтому всех благодарю вас за просмотр. Как обычно, все ссылки на сам сайт, а также промокод в закрепленном комментарии по данным видеорекординга. Можно оформить субскрубы. Также лайкинг this video and follow this channel. Бай-бай! Встретимся в следующем видосе.